У моего мужа в Сбере спиздили с карты 300 тысяч рублей с обклада, из которых 240 мои мошенники. Днепр. Город контрастов с богатой историей и культурой. Здесь проживает более миллиона человек, и город является одним из крупнейших промышленных и научных центров Украины, где красота и индустрия сосуществуют бок о бок. Однако, кроме своих достижений, Днепр имеет репутацию одного из самых криминальных городов Европы, а представители любого банка назовут его столицей мошенничества. За последние годы в Днепре было зарегистрировано больше преступлений, чем в любом другом украинском городе. В чем причина такой криминальной активности и что делает этот город особенным? В этом сюжете мы попытаемся понять, что стоит за этой репутацией, как развивалась криминальная жизнь в городе. Мы окунемся в историю Днепра, исследуем причины возникновения и развития преступности в городе, а также взглянем на то, как работают мошеннические колл-центры и криминальные группировки. Тысячи мошеннических колл-центров, миллиарды долларов оборота, украинские спецслужбы, криминальные авторитеты, взорванные машины, тела с многочисленными пулевыми и ножевыми ранениями в пригородных лесах и заброшенных зданиях и анонимный гость с реальной историей работы в колл-центре. Все это и многое другое в сегодняшнем сюжете. Слушайте внимательно. Будет занимательно. Днепр – это офисы, Соха и эскортницы, роскошная жизнь, мошенники и наркотики. Некоторые из вас могут наткнуться или уже натыкались на различные видео с данным текстом. Вот несколько примеров. Днепр – это офисы, Соха и эскортницы, роскошная жизнь, мошенники и наркотики. Днепр – безработицы, соседи, алкоголики, 5 на 2 бессонницы. Для многих уже давно не секрет, что Днепр – это криминальный город, но как же так получилось? Возникновение криминальной среды в Днепре связано с его историей и экономическим развитием. Давайте коротко пройдемся по истории, а потом перейдем к самому интересному – к мошенникам, ОПГ и другому криминалу. Да, к сожалению, нелегальщина – это основной путь, который выбирают молодые люди в Днепре. Но нужно понимать, что если подсядете на скам, то с огромной вероятностью сломаете себе жизнь. Рано или поздно вы встретитесь с бутылкой правосудия, и поверьте, отсидеть в тюрьме – это не самое большое зло, которое будет ожидать вас на вашем пути. В любой момент спортики, которых наняли недовольные начальники или жертвы скама, могут решить, что отрезанные пальцы, переломанные ноги и гвозди в ладонях вам очень к лицу, и возражения рассматриваться не будут. А до этого вы будете жить в постоянном страхе, оглядываться по сторонам, переживать и корить себя за содеянное, постоянно скрывать свою деятельность и понемногу превращать свою жизнь в ад. Когда речь касается денег, то можно обойтись без какой-либо нелегальщины. Простой пример. Один мой подписчик, как раз Днепра, кстати, построил себе целый бизнес в интернете на пополнении аккаунтов Steam. Проблема в том, что сейчас пополнить эти кошельки невозможно. Но этот парень нашел способ, и теперь каждая оказанная ему услуга приносит ему 20-30% прибыли. Отбоя от клиентов просто нет. Сейчас он зарабатывает по 5-7 тысяч рублей в день. А узнал он про эту схему от команды проекта Lowbank Daily. И у них там еще даже есть схемы проще этой. И что важно, без вложений. Каждый день у них выходит по одной такой маленькой простой схемке, как со Steam, на 1-2 тысячи рублей. Но ты умножь это на 30 дней в месяц. То есть это уже не подработка, а вполне себе такой заработок на постоянной основе. Если бы ты был подписан на канал Lowbank Daily месяц назад, то твой заработок составил бы 124 тысячи рублей. Да, сейчас много недоверчивых, но каждую неделю админ делает отчеты о том, сколько он заработал на своих же постах. И пруфы прилагаются. Ссылка на их канал будет в описании под видео. Обязательно подпишись, чтобы не потерять. А теперь вернемся к теме видео. Днепр – это город, который пережил множество превратностей истории. Расположенный на берегу Днепра, крупнейшей реки Украины, он начинал свое развитие как крепость, основанная в XVIII веке для защиты от набегов крымских татар. В середине XIX века в регионе началось активное добывание угля и развитие металлургической промышленности. Строительство металлургических заводов и развитие железнодорожной инфраструктуры способствовали превращению Днепра в один из ведущих промышленных центров Российской империи. После Октябрьской революции и Гражданской войны Украина стала частью СССР, и Днепр получил новое название – Днепропетровск. В период с 1920-х по 1980-е годы город продолжил свое индустриальное развитие, становясь важным производственным и научным центром. Заводы города производили металлы, химическую продукцию, транспортные средства и ракетные двигатели. Это привело к значительному экономическому процветанию и росту населения Днепра. Однако с распадом СССР Днепр столкнулся с серьезными трудностями, такими как экономический спад, рост безработницы и сокращение государственных инвестиций. В 1990-е годы произошел кризис многих отраслей промышленности, снижение спроса на продукцию заводов и сокращение рабочих мест. Такую ситуацию можно было наблюдать во многих странах СНГ, но именно украинский город Днепр больнее всего перенес такие изменения. Это привело к массовому увольнению, снижению уровня жизни населения и росту социальной напряженности. В результате проведения рыночных реформ, приватизации и открытия границ, структура экономики города значительно изменилась. Многие государственные предприятия были приватизированы, нередко с нарушением закона, что способствовало росту коррупции и возникновению криминальных структур, заинтересованных в управлении экономикой города. В этот период произошел резкий рост преступности. Разрушение традиционных социальных связей, безработица, социальное неравенство и слабость правоохранительных органов способствовали возникновению криминальной среды. Организованные преступные группировки, такие как Днепровская братва, стали активно формироваться, занимаясь контрабандой, наркоторговлей, рейдерством и другими незаконными деятельностями. Кровавые разборки между группировками и бандитские войны стали неотъемлемой частью повседневной жизни города. Многие даже были свидетелями подобных преступлений, и это стало привычным явлением. Местные распускали слухи о разных бандах и криминальных авторитетах, часть из которых была правдой, остальная, как всегда, выдумкой. Жители Днепра не удивлялись, ежедневно читая новости о том, что на улице похитили людей, в лесополосе в очередной раз нашли тела, или что машину вместе с бизнесменом внутри подорвали прямо на оживленной дороге. Хотя одно из самых мрачных дел в Днепре называют дело днепропетровских маньяков. Это действительно тот случай, от услышанных подробностей которого мурашки по коже. В плохом смысле, разумеется. Украинская банда, состоящая из трех молодых парней, которые ради развлечения убили 21 человека и снимали все это на видео. Ужасные фотографии и видео все еще распространяются по интернету. Узнать больше подробностей про эту банду сможете в телеграм-канале Фландерс Убежище, ссылка, как всегда, в описании. Бедность и безработица создавали условия, при которых многие люди были вынуждены искать способы выживания в преступном мире. Кроме того, коррупция на всех уровнях власти ослабляла доверие населения к закону и справедливости, что еще больше способствовало процветанию криминального мира. Слабость и зависимость судебной системы от политической и криминальной власти также приводили к тому, что многие преступления оставались нераскрытыми или ненаказанными. Это, в свою очередь, обеспечивало ощущение безнаказанности и привлекательность преступного мира для молодых людей, искавших возможности заработка и социального подъема. С началом вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году ситуация в Днепре осложнилась еще больше. Военные действия способствовали распространению оружия, а также наращиванию числа бывших военнослужащих и добровольцев, которые могли быть вовлечены в криминальные структуры после возвращения с войны. В результате риск возникновения новых преступных группировок и угроз безопасности усилился. В то же время с развитием интернет-технологий и глобализации преступные группировки в Днепре адаптировались к новым условиям и начали осваивать новые виды преступной деятельности. Одним из ярких примеров такой адаптации стало возникновение мошеннических колл-центров, которые обслуживали клиентов из разных стран и приносили миллиарды долларов прибыли. Мошеннические колл-центры начали свое существование в Днепре в середине двухтысячных. Молодые люди, обладающие навыками общения и пониманием основ маркетинга, быстро осознали свою способность заработать деньги за счет доверчивых граждан. Основной тактикой мошенников стало представление себя как представителей официальных учреждений, банков и других компаний. Они использовали убедительные речи и привлекательные предложения, чтобы убедить потенциальных жертв согласиться на предложение или дать доступ к своим банковским счетам. Примером такого мошенничества является схема, когда звонящий представляется сотрудником банка и сообщает о подозрительной активности на счету клиента. Затем мошенник просит жертву подтвердить личные данные или передать коды доступа для якобы проверки и блокировки счета. В результате мошенники получают доступ к счетам и снимают деньги. При этом мошенники умело используют доверие клиентов, манипулируя их страхами и желаниями. Процесс вербовки операторов для мошеннических колл-центров зачастую начинается с публикации неприметных объявлений о вакансиях в интернете, социальных сетях или газетах. Эти объявления, как правило, выглядят абсолютно законными и могут представлять себя как предложение о работе операторам в обычных колл-центрах, с акцентом на привлекательные условия, такие как высокая зарплата и гибкий график работы. В некоторых случаях мошенники идут еще дальше, создавая эффективные компании и веб-сайты, чтобы придать своему предложению больше легитимности и убедительности. Они могут использовать вполне реальные названия компаний или придумать свои, имитируя успешные бренды. Таким образом, потенциальные жертвы, которые ищут работу, могут быть введены в заблуждение и согласиться на предложение, не подозревая о мошеннической природе своего нового места работы. Однако в последние годы мошеннические колл-центры стали настолько известными в Днепре, что поиск работы в этой сфере происходит нередко через сарафанное радио без особой подготовки. Люди, знакомые с сотрудниками таких офисов, могут узнать о вакансиях и решить попробовать свои силы в этом бизнесе. Такой путь устройства на работу оказывается заманчивым, так как в некоторые колл-центры, подобно наркобизнесу, попасть довольно легко. Однако уйти оттуда может оказаться куда сложнее, поскольку владельцы и крыши не заинтересованы в том, чтобы от них уходили сотрудники, знающие их секреты и способы работы. В результате новые операторы оказываются в ловушке, вынуждены продолжать работать в мошенническом бизнесе, опасаясь возможных последствий за отказ от сотрудничества с криминальными структурами. Таким образом, нередко начало карьеры в таких колл-центрах становится началом пути в мир преступности и мошенничества, куда легко войти, но крайне сложно выбраться. Вербовка новых сотрудников происходит быстро, и вскоре они проходят обучение, которое включает в себя изучение специфических техник общения и манипуляции, а также основ работы с базами данных и соответствующим программным обеспечением. Обычно сотрудникам предлагается бонусная система, стимулирующая их к большему количеству звонков и, соответственно, увеличению числа обманных операций. В целом, вербовка и работа операторов мошеннических колл-центров является сложным процессом, в котором люди, ищущие достойную зарплату и стабильность, могут быть втянутыми в криминальную деятельность. На фоне экономической нестабильности и высокой безработицы, многие готовы рискнуть и начать работу в таких структурах, не осознавая возможных последствий и опасностей, связанных с этим выбором. Вообще-то я училась в университете и работала долго в одном ресторане официанткой, но когда я готовилась к диплому, мне приходилось постоянно брать отгулы, отпрашиваться и в итоге меня просто уволили. Да, я защитила диплом, но потом обратно меня уже не брали, так как не было мест, а другую работу найти было очень сложно, и мне пришлось у себя в инстаграме залить сториз с просьбами знакомых, помочь найти мне работу, и в конце концов мне позвонила моя старая знакомая, хоть я не очень любила говорить по телефону, и хотела, чтобы она мне расписала все текстом в директ, она все равно по телефону мне все рассказала, походу привыкла много разговаривать. И она сразу сказала, что это офис, и нужно звонить и втирать всякую дичь по телефону. У нас в ней прием уже все знают про офисы и чем они занимаются, и я реально думал про такую работу, но я не хотел, чтобы меня заскамили. Есть команда, которая просто кидают своих работников или подставляют их, поэтому по объявлению идти я не хотела, но знакомая сказала, что работаем там давно, что платят хорошо, почти как айтишникам, и я согласился прийти и узнать о них лучше. На сегодняшний день в Днепре функционирует более полутора тысяч мошеннических колл-центров. Они расположены в разных частях города, и случается так, что в одном офисном центре практически каждый офис занимает колл-центр, причем эти офисы могут принадлежать разным владельцам. Арендодатели офисных помещений часто не возражают против такого состояния дел, поскольку это обеспечивает им стабильный доход. Кроме того, они не хотят конфликтовать с такими людьми, так как практически у каждой сети колл-центров есть крыша из криминального мира, которая забирает процент от прибыли. Без этой крыши судьба таких офисов была бы предсказуема и рискована. В качестве примера, в 2018 году украинская полиция провела крупномасштабную спецоперацию, в ходе которой была задержана крупная группа мошенников, занимающихся массовыми аферами через колл-центры. Этот случай стал серьезным ударом по преступному миру и продемонстрировал возможность противостоять таким видам преступления. Понимая риск, многие колл-центры начали внедрять усиленные меры безопасности и стараются держаться подальше от пристального внимания правоохранительных органов. Они инвестируют в современное техническое оборудование и проводят обучение своего персонала, чтобы обеспечить высокий уровень эффективности и надежную защиту своих преступных действий. Когда я пришла в офис, то меня встретил супервайзер, который был типа админом, и он сделал что-то вроде экскурсии, показал колл-центр. Это была большая комната с компьютерами, наушниками, и между ними были небольшие перегородки. Там почти у всех были одинаковые рабочие места, и я сначала напугалась, что здесь что-то нечистое, не похоже, что тут работают люди. Просто у меня друг раньше работал, или может еще работает, в реальном колл-центре банка, и там он скидывал фотки, что у них разные штуки на столе, стикеры, игрушки, типа спиннеры, антистрессы, свои кружечки с разными надписями и так дальше. В общем, делали себе все по удобству, тут словно все строго, почти ничего на столах не было, кроме клавиатуры, мышки, монитора, наушников и маленького компьютера. Может они боялись, что кто-то украдет, а то камер в комнате не было. Вообще, видеонаблюдение было только при входе и в комарке, наверное, чтобы потом нельзя было доказать, чем мы занимались, если кто-то захочет слить видео. Хоть сам колл-центр и был серым каким-то, там в углу было что-то вроде игровой комнаты, стояли дартс, приставка, можно было сделать себе кофе. Кстати, самые ценные вещи в конце рабочего дня супервайзер износил в комарку и закрывал на ключ. В общем, мне рассказали, как все работает, а сказали прийти через несколько дней и вглупе обучаться всему. До начала войны колл-центры мошенников активно обманывали как граждан России, так и Украины. В случае с Россией, самый распространенный способ выдавать себя за сотрудников Сбербанка, а для Украины сотрудников Приватбанка. Такие офисы обычно находились под крышей криминальных структур, которые обеспечивали безопасность для владельцев офисов и относительную защиту для их сотрудников. Однако, если колл-центры открывались без согласия криминальных групп и не делились прибылью с ними, их могли накрыть. Но ситуация изменилась из-за войны. Практически все колл-центры переключились на обман граждан России. Многим преступникам уже не хотелось работать по своим, особенно учитывая, что это стало опасным по сравнению с мошенничеством в отношении россиян. Многие украинские мошенники воспользовались такой возможностью, поскольку обманывать русских не несло никакой ответственности. Более того, если часть прибыли еще и жертвовали в поддержку ВСУ, мошенники могли хвастаться своими достижениями в интернете или перед друзьями. После этого колл-центры стали накрывать и закрывать реже. Однако, продолжались проверки и ликвидация тех, кто продолжал работать с украинскими гражданами. Таким образом, ситуация вокруг мошеннических колл-центров изменилась, и теперь они в основном специализировались на обмане граждан России, используя различные схемы и методы работы. Учились мы несколько дней, нам сразу сказали, что работаем только по-русски, ставили в примеры другие команды, говорили, что работать по-своим плохо и это опасно. Этим меня и зацепило, потому что я понимал, что во время войны за скам русских мне ничего не будет. Мы учили теорию по банку, приветствия, играли в Элиот, чтобы раскрепоститься и чтобы легче было подбирать слова. Потом нас сажали возле ребят, которые работают, подключали вторые наушники и нужно было просто слушать, как они работают. И если у нас были какие-то вопросы, то можно было им же их и задавать. Но после того, как они положат трубку, конечно. Так мы один день слушали и на следующий день шли работать. Главное правило было в команде не шишокай, сука. Это был самый легкий способ спалиться и нам всем скинули прикол из тиктока. Могу показать. Не слышу. Алло. Не слышу. Шо? Опа. Вообще мы в курилке часто показываем друг другу видео из тиктока про Днепр и офисы. Это реально популярный мем у нас. Солнышко, давай! Я тебя люблю! Давай, мой сыночек, давай! Чуть-чуть осталось, боленечка, боленечка! Ну вот это нихуя себе! Базы данных, содержащие фио, номер телефона, а иногда и банковские выписки, адреса прописки и множество другой конфиденциальной информации, можно достать невероятно легко и быстро. Все эти данные продаются в Даркнете за сравнительно небольшие деньги, которые многие мошеннические офисы способны отбить в течение короткого времени, иногда даже менее суток. В Даркнет базы попадают благодаря утечкам информации, вызванным слабой системой безопасности многих крупных российских компаний и небрежным отношением к защите пользовательских данных. Если у вас есть паспорт гражданина РФ, то с очень высокой вероятностью, хотя бы в некоторых базах данных в Даркнете, а значит и у многих мошенников, есть запись с вашими личными данными. Избежать такого исхода практически невозможно, учитывая, что за подобные утечки информации, многомиллиардные компании штрафуются незначительными суммами, порой менее 100 тысяч рублей. Это не стимулирует компании серьезно заботиться о безопасности своих клиентов. А с учетом того, что каждый слив может задержать миллионы строк данных, можно прийти к выводу, что конкретно ваши личные данные стоят около одной копейки. Причем буквально. Таким образом, мошенники могут приобрести огромные массивы информации за смешные деньги, что позволяет им с легкостью осуществлять массовые атаки на потенциальных жертв. Если бы вы были подписаны на телеграм-канал Гриди Лайф, эта информация не была бы для вас новостью, так как они никогда их не пропускают. Это действительно полезный канал, где публикуют новости о хакинге, кардинге, а также мошенничестве. Можно всегда быть в курсе о новых схемах, по которым работают скамеры, и обезопасить свои кровно заработанные. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что вы эту информацию будете использовать для того, чтобы защитить себя, а не для того, чтобы обмануть других. Помимо того, что канал просто полезен, он еще и чертовски интересный. Регулярные интервью с неординарными гостями. Например, полицейский, который занимается охотой на мошенников. Или наоборот, мошенники, которых удалось поймать, и они отвечают на вопросы, уже находясь в местах не столь отдаленных. Также у Гриди есть свои боты по продаже прокси для приема смс и много других вещей. Ссылка будет в описании. Можете ознакомиться, когда досмотрите видео. Я работал просто как оператор. Звонки были в Zoiter, программа такая на компьютере. По скрипту говорил заготовленный текст, и если вдруг человек задает какие-то вопросы, пытается проверить, не мошенники ли мы, или просто задает вопрос, на котором можно спалиться, то для этого у нас справа кнопки с популярными вопросами, и если он подходит, то мы просто кликаем на них и озвучиваем заготовленный текст. И это выглядит очень правдоподобно. Обычно это тот текст, который трудно выучить, или который редко используется. До этого я уже говорил, что перед тем, как работать, мы учим самые популярные ответы, которые почти каждый раз приходится проговаривать. И да, каждый работник знает их наизусть. Но вообще развести сложно. В день делаешь по 400-500 звонков, и надеешься, что хотя бы один закроешь плюсовым. Нам не так и просто кого-то развести, но все равно находятся такие. Те, кто давно работают, могут даже по 5-7 закрывать. Вообще наш офис в день закрывало до сотни. Два или три раза было, когда закрывали больше сотни плюсовых. Все украденные деньги в итоге проходят через дропов, подставные лица, которые в случае чего и будут отвечать перед законом. Дропы играют ключевую роль в схеме мошенничества, связанной с колл-центрами. Когда жертва соглашается отправить деньги мошенникам, дропы предоставляют свои банковские реквизиты или другие платежные системы для перевода средств. Дропы – это посредники, которые соглашаются получать и переводить деньги от жертвы к мошенникам. Берут при этом совсем небольшую сумму. Если что, на канале есть видео про дропов, которые уже набрало почти миллион просмотров. После этого сюжета советую глянуть. Часто дропа может быть какой-то алкаш или наркоман. Может быть слишком доверчивый студент или человек в трудном финансовом положении. После того, как деньги поступают на счет дропа, его задача состоит в том, чтобы обналичивать средства и перевести их мошенникам. Зачастую мошенники предпочитают использовать криптовалюты для транзакций, поскольку они обеспечивают относительную анонимность и сложнее отслеживаются правоохранительными органами. Хотя, учитывая войну, на безопасность многим уже плевать, а криптовалютой пользуются, так как это просто удобно. В этом случае дроп обменивает обналиченные деньги на криптовалюту, например биткоины, и переводит их на кошелек мошенников. До войны отмывание денег через криптовалюту происходило путем совершения многочисленных транзакций через разные криптовалютные кошельки или обменники. В процессе отмывания мошенники могут также использовать смешивание монет – CoinMixing. Это сервисы, которые смешивают транзакции множества пользователей, чтобы скрыть источник средств. Когда деньги проходят через несколько этапов отмывания и становятся трудными для прослеживания, мошенники обменивают криптовалюту обратно на фиатные деньги. Это может быть сделано через криптовалютные биржи, P2P-платформы или даже через открытые финансовые рынки, где они могут купить акции, облигации или другие активы. Таким образом, процесс отмывания денег через дропов и криптовалюты позволяет мошенникам скрыть свою деятельность от взглядов правоохранительных органов и извлекать преступный доход, минимизируя риск обнаружения и возможных последствий. Дальше деньги отмываются уже в Украине, и все участники процесса получают свою долю. После того, как получилось развести человека, мы просто звоним следующему, поэтому лично я и другие операторы вообще ничего не списывают с карт, этим занимаются клоузеры. Их меньше в команде, и обычно они занимаются херней, играют в дартс, игры на телефоне, на приставке у них постоянно запущен футбол, у них там свои турниры. У нас там было две доски, где мы записывали результаты, хоть и редко, или может проходили какие-то другие тренинги, нужно было что-то рисовать маркером, а потом стирали это. Это было на одной доске. А на другой всегда обязательно должна быть турнирная таблица, и не по звонкам, а по футболу, и только попробуй ее стереть, там начнется ад. Просто звонков много, но не каждый же плюсовой. Клоузеры ждут сигнала, что можно приступать к работе, и ее обязательно надо сделать быстро. Бывает такое, что долго нет никаких плюсовых, а потом за несколько минут куча, и один человек просто не вывезет. Поэтому обязательно нужно, чтобы на запасе были люди. Они должны быть бдительными, у них там пикает, что нужно приступать. Зарабатывают они, кстати, примерно так же, но операторы их ненавидят обычно, так как нужно много говорить, а те просто кликают и доделают уже нашу работу. Моя подруга, кстати, скоро женится на клоузере, так что не все их ненавидели, наверное. Один из многочисленных мошеннических колл-центров в Днепре, небольшой офис, в котором занято от 5 до 10 сотрудников, может приносить огромные доходы. На текущий момент оборот такого офиса составляет около 3 миллионов рублей в день. И это только минимальная приемлемая сумма, которую руководство ожидает от своих подчиненных. В противном случае начальство будет разочаровано и начнет искать виновных недостаточной эффективности работы. Если подсчитать этот доход на месячной основе, то оказывается, что оборот одного небольшого офиса может составлять 100 миллионов рублей. Учитывая наличие более полутора тысяч таких офисов в Днепре, их совокупный оборот достигает поразительных 2 миллиардов долларов в месяц, что равняется приблизительно 50 миллиардам долларов в год. Эти огромные суммы, если сравнивать, превышают годовой доход бюджета Москвы за тот же период времени. А ведь не так давно обороты были еще больше, но со временем многие люди узнают о мошеннических схемах и найти потенциальную жертву становится все сложнее. К примеру, одна жертва крайне редко дважды станет жертвой в одной и той же схеме. Однако бывают такие случаи, когда мошенники подсаживают человека на крючок и настолько грамотно вешают лапшу на уши, что человек в конечном итоге может годами отдавать деньги мошенникам. Брать долги, продавать имущество и все для того, чтобы попытаться выйти из ситуации, которую им обрисовали мошенники. Часть полученных средств мошенники инвестируют в развитие своих офисов, приобретение нового оборудования и обучение сотрудников, что позволяет им быть на шаг впереди правоохранительных органов и ускользать от возможного доказания. Однако большая часть, разумеется, уходит на обеспечение роскошной жизни. Огромные дома, элитные спорткары и многое другое. Там есть ставка по ЗП, но почти весь заработок это процент. Но операторы зарабатывают прям копейки по сравнению с начальством. У меня был максимум, что я развела на 400 тысяч рублей. Но сделку закрыл клоузер, но он потом мне сказал, что это мой рекорд. Вот. А в месяц я больше 800 долларов не зарабатывал. Я вообще недавно видел объявление, что ищут операторов с зарплатой 2000 гривен в неделю. Это тупо смешно. 200 баксов в месяц. На кассе в Силипо зарабатывают больше, мне кажется. Короче, операторы разводят русских, а начальство разводит операторов. Ну, вроде как есть офисы, где платят больше. В курилке один рассказывал, что его друг работает на радио, и у него очень крутой голос, и он работает на каком-то колл-центре, где зарабатывает 4000 долларов в месяц. Понятное дело, что он не звонит от Сбербанка, там другая тема. Может лотереи какие-то или казино, но все равно. Еще и офисы бывают крутые, с классным видом, удобными креслами, где спина летом дышит, типа какие-то специальные, дорогие и все такое. Но как туда попадают, я не знаю. Вероятно, найти офис, где холодник, то есть человек, который звонит жертвам, получает более 10% с каждой сделки, крайне сложно. Возможно, это могло бы произойти в небольшой команде из энтузиастов, где участники дружат и честно делят прибыль. Но такие случаи скорее исключение, чем правило. Это объясняется тем, что люди, знакомые с этим бизнесом, не станут тратить на него свое время и силы, а предпочтут нанять работников для выполнения задач. Рабочая сила обычно хорошо оплачивается лишь в тех случаях, где специалиста сложно заменить. Даже если холодник принесет 500 тысяч рублей выручки, он все равно получит 50-60, может быть 70 тысяч рублей. Ведь после небольшого обучения, любой другой человек с улицы сможет принести начальству сопоставимые суммы. Именно поэтому программисты, к примеру, зарабатывают намного больше, даже если не приносят при этом 10-кратную прибыль по сравнению с расходами. Поэтому хороший повод задуматься, стоит ли идти в офисы, или может лучше получить хорошо оплачиваемую профессию и зарабатывать большие деньги без рисков и угрызения совести. К тому же сейчас это можно сделать дома бесплатно или за небольшие деньги, пройдя хорошие курсы. Об этом подробнее в конце видео. Офис, в котором я работал, вообще никто не трогал из ментов. Там я знаю, что все крышуют, но иногда вижу новости, что кого-то прикрыли. У нас еще часто шутили, не было ли припаркованных затонированных бусиков у дома. Типа обычно на таких машинах ездят сбушненькие, когда уж прям хотят брать. Тоже могу видео с тиктока потом показать на эту тему. Реально весь тикток у меня теперь про офисы. Сейчас я уже там не работаю, в принципе ушла с офисов. Где сейчас с работой говорить, конечно, не буду. Сложная работа была. Я в последний день разговаривала с бабулей, она разревелась по телефону, очень переживала за деньги. В итоге я там тоже заплакала и поставила трубку, не выдержала. Потом я еще принял пару звонков и ушла, взяла небольшой отпуск и так и не вернулась с него. Ты вроде и понимаешь, что там русские, многие поддерживают войну и прям хочешь кинуть их на деньги, но когда попадаются старики, очень сложно. Их вроде и обмануть легче всего, но и делать этого вообще не хочется. Я знаю, что есть какие-то офисы, где база номеров как-то редактируют, и там нет стариков. Не знаю до скольки лет, но они специально решили, что будут работать только по молодым и немного старше. Ну в общем пенсионеров не трогают. Ну и зарабатывают там вроде меньше. Правда это или нет, я не знаю. Почти все, что знаю про другие офисы, это слухи. Говорят, слышу я их в курилке, и просто друзья могут что-то говорить, которые не занимаются этим. У нас наверное у каждого есть друг или знакомый, хотя бы один, который работает в офисе. Так что я знаю, что есть офисы, которые скамят по жесткому. Они притворяются ментами, говорят, что в аварию кто-то из близких попал и все такое. Какой у них там скрипт, я не знаю. В общем я рада, что ушла оттуда, и никому не советую туда идти. Несмотря на многочисленные усилия правоохранительных органов по борьбе с мошенническими колл-центрами, они продолжают находить пути для обхода законов и устанавливают сотрудничество с коррумпированными чиновниками. Это позволяет им избегать наказания и продолжать свою незаконную деятельность. Важным аспектом мошеннических колл-центров является их организация и структура. Многие из них являются частями крупных преступных групп, которые действуют в разных странах и специализируются на различных видах мошенничества. Таким образом, они смогли создать сложную и эффективную сеть, которая делает задачу борьбы с ними еще более сложной для правоохранительных органов. Как вы могли понять, тема ОПГ для жителей Днепра это что-то из разряда повседневности, и разумеется, при таком раскладе нельзя обойтись без своих знаменитостей. Расскажу немного о самом известном криминальном авторитете, которого знает практически каждая собака в Днепре. После распада СССР в начале 90-х годов криминальный авторитет Александр Петровский, известный как Нарик, был вовлечен в серьезные конфликты, связанные с бандитскими войнами в Днепропетровске и окрестностях. Этот период характеризовался кровавыми столкновениями между различными криминальными группировками за контроль над рынками, бизнесом и сферами влияния. Нарик во главе своей группировки был замешан в ряде хищений государственного и коллективного имущества, а также в преступления, связанных с насилием и угрозами. В связи с этим он подвергался арестам и уголовному преследованию, однако в большинстве случаев смог избежать наказания благодаря содействию адвокатов и чиновников из правоохранительных органов. В середине 90-х годов в результате конфликта между старыми и новыми криминальными авторитетами региона Днепропетровск стал ареной бандитских войн. В течение этих лет Нарик стал объектом покушений, но благодаря своим предусмотрительным мерам безопасности смог избегать смертельных исходов. Одним из ключевых событий в этих войнах было покушение на Нарико в 1995 году у кафе Камелия, которое не удалось из-за промаха киллера. Позже, в 1996 году, его телохранителя перепутали с самим Петровским и застрелили. Хотя киллера арестовали, его имя и имя заказчика так и осталось неизвестными. Нарик укреплял свою безопасность, устанавливая мощные стены и видеокамеры вокруг своей резиденции, нанимая профессиональных охранников и меняя маршруты передвижения. Вероятно, его спасла дружба с тогдашним влиятельным местным политиком, которого все вы хорошо знаете, Виктором Януковичем, который впоследствии стал президентом Украины. Благодаря этим связям Петровский смог получить поддержку от правоохранительных органов и успешно избегать преследования. Однако, несмотря на свою мощь и влиятельные связи, Нарик не смог полностью избавиться от врагов. В 1998 году произошло очередное покушение на его жизнь. Взрывное устройство было заложено в его автомобиле, но его водитель заметил подозрительные провода и успел предотвратить взрыв. В течение всех этих бандитских войн Нарик усилил свою власть, и его бизнес-империя стала одной из самых мощных в регионе. Он контролировал импорт металла, торговлю нефтепродуктами и сельскохозяйственной продукцией, оборот драгоценных металлов и камней, автомобили, ресторанный бизнес, производство минеральной воды и многое другое. Тем не менее, даже после окончания бандитских войн и укрепления его позиций, Нарик продолжал сталкиваться с уголовными обвинениями и расследованиями. В 2000 году его арестовали по подозрению в нескольких криминальных эпизодах, но он был освобожден и впоследствии объявлен в розыск. В 2004 году он был задержан по обвинению в похищении и вымогательстве, однако через несколько суток был снова отпущен на свободу, а дело было прекращено. В итоге криминальный авторитет Александр Петровский Нарик смог выжить и укрепить свою власть в условиях бандитских войн, используя свои навыки, ресурсы и связи. Однако это не означало окончание его проблем с законом и борьбой с криминалом. По мере того, как репутация Петровского Нарика росла, местные населения и правоохранительные органы начали активнее бороться с его преступной империей. Гражданские активисты и общественные организации также принимали участие в борьбе с криминалом, поднимая вопросы о деятельности Петровского и его группировки. Таким образом, совместные усилия властей, активистов и местного населения постепенно приводили к ослаблению влияния Петровского Нарика и его преступной группировки. Несмотря на его попытки диверсифицировать свой бизнес и поддерживать имидж благотворителя, давление со стороны общества и правоохранительных органов продолжало нарастать. В итоге инициативы местного населения и борьба с криминалом сыграли ключевую роль в ослаблении преступного влияния Петровского Нарика на Днепр и его окрестности. Однако полностью искоренить криминал и влияние подобных фигур в регионе остается сложной и продолжительной задачей для всех участников этого процесса. Как можно видеть, Днепр заслуженно носит титул столицы скама и является одними из самых криминальных городов в Европе. Власть и влияние организованных преступных группировок и криминальных авторитетов охватывает множество сфер жизни города, от экономики до политики и социальной сферы. Это приводит к массовому распространению мошенничества и других видов преступной деятельности, что серьезно подрывает благополучие города и его жителей. Однако, несмотря на все негативные стороны этой ситуации, активная позиция местного населения в борьбе с преступностью может оказывать заметное влияние на обстановку в городе. Думаю, на этом можно закончить. Надеюсь, вам было интересно, и чтобы издать из этого видео как можно больше полезного, напоследок я посоветую вам одного человека в Телеграме, который сливает различные курсы, причем даже те, которые стоят огромные деньги. По этим курсам лично я учу английский, совершенствую свои навыки видеомонтажа, а мои знакомые учатся программированию, кибербезопасности, 3D-моделированию и арбитражу трафика. Направлений уйма, и уже слито больше 60 тысяч курсов. Вход в этот Телеграм-канал стоит всего 800 рублей или 300 гривен. То есть, за доступ ко всей этой огромной базе, вы заплатите меньше, чем за один самый дешевый курс на любом сайте. Ссылка на человека, который предоставляет доступ к сливам курсам, есть в описании и в закрепленном комментарии. Напишите ему, что вы пришли за курсами, и получите в ответ всю необходимую информацию, и при желании вам скинут все возможные доказательства. Если что, я отвечаю своей репутацией, я сам пользуюсь теми курсами и доволен как слон, так что рекомендую. Плюс в описании будет ссылка на мой магазин в Телеграме, где вы можете купить VPN вроде Surfshark, Netflix, Eevee, Magogo, игры для PlayStation, ключи от Office или Windows и так далее. И все это намного дешевле, чем в официальных магазинах. Канал называется Экономия по-фландерски. Как говорится, сэкономил, значит заработал. Ну а на этом все. Советую также подписаться на мой YouTube канал и основной Телеграм-канал Фландерс Убежище, чтобы не пропустить интересную или даже полезную информацию. Уже есть полно видео, можете глянуть. Ну а я ухожу, ухожу красиво.